Экстрим-фестиваль мосты проводится во Владивостоке с 2015 года. За этот короткий промежуток времени мероприятие стало центральным в календаре у дальневосточных любителей скейтов, BMX и самокатов. Эти соревнования выявляют самых умелых трюкачей и подводят некий итог тому, чему райдеры научились за лето. В этом году обновленные рампы на спортивной набережной собрали рекордное количество участников – более 150 человек. Только более 40 спортсменов прилетело из других городов Дальнего Востока. Мы собрали все города Дальнего Востока. Южно-Сахалинск – 25 человек, делегация прилетела на самолете. Кабаровск, Благовещенск, Комсомольск-Наамурье – все крупные города Дальнего Востока здесь. Приморский край, я тут без исключений. Правила соревнований довольно просты. Каждый участник в своей дисциплине, будь то BMX, скейт или кик-скутер, сначала показывает свои возможности на этапе квалификации. Судьи решают, достоин ли он пройти дальше. Таким образом, уже в финале встречаются ребята с самым впечатляющим набором трюков. Предугадать, что сможет показать тот или иной спортсмен, практически невозможно. Порой даже девятилетние юнцы делают такое, что не под силу и взрослым экстремалам. Ну, Брай показывал, два випа, бар. Некоторые трюки поставил, некоторые упал. У меня еще есть другой вид спорта, гимнастика, но мне все равно. Я хочу еще заниматься этим. Для начала надо выучить самые базовые трюки и уже потом комбинировать их. Занимаюсь год, поэтому всего было три раза. Проходили соревнования в этом году и во всех трех я участвовал. Этими соревнованиями местные райдеры подводят итоги сезона, который, к слову, выдался на славу. Приморцы отметили международный день скейтбординга, приняли участие в различных соревнованиях, но главное, впервые в истории заявились на чемпионат России по BMX. Там нашим спортсменам до медалей не хватило совсем немного, однако ценный опыт домой привезли. Сегодня моя команда показывает им так, как нужно делать. В следующем году мы от них уже хотим увидеть то, что они бы делали то же самое. Также боролись за площадки, строили их, создавали мероприятия. И если таких людей будет больше, то уровень Дальнего Востока будет круче. Теперь всем любителям этих молодежных движений предстоит, так сказать, переобуться. Впереди зимний сезон, где спортсменов ждут не менее экстремальные виды спорта, вроде сноубординга, горных лыж, джибинга и других. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на восьмом.